40 литров воды на каждый квадратный метр за один час. Район Амеретинской низменности в Сочи накануне с самого утра пытался выстоять под ливнем. С 9 часов до полудня выпала месячная норма осадков. Сразу переполнились и реки. Вениамин Кондратьев экстренно собрал селекторное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава региона подписал указ о создании отдельного штаба по ликвидации последствий стихии в Сочи. За сутки ситуация превратилась в критическую, докладывает мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов. Поток воды пошел с гор. Это природное явление. 100 миллиметров выпало осадков за час при норме месячной 130. Мы сейчас находимся на территории поселка Мирный. Подтопило порядка 400 дому. Эвакуация продолжается, потому что региона наш не обещает улучшения погоды. Вот такая ситуация. Очень сложная ситуация. Природа нанесла мощный удар по Сочи. Такой, что не выдержала даже современнейшая инфраструктура города. Но только ли проблема здесь в стихии? Если система, сделанная по последним технологиям, не справилась на 100% с последствиями осадков, требует ответа у мэра Сочи Вениамин Кондратьев. Современнейшая система ливневок. Где она? Я хочу сказать, ливневки-то работали нормально до тех пор, пока их пропускная способность позволяла. Нормально, нормально. Они работали только в том случае, можно говорить, нормально. Если бы воды не было, значит, все остальное ненормально. Я понимаю, те муниципальные районы, которые сегодня пострадали, и они не так технически оснащены. Но Краснодар Сочи. Это же абсурдно, а само по себе. Аэропорт, Олимпийский парк. Современнейшая система ливневок. Современнейшая. Еще раз подчеркиваю. Как может подтапливаться? Значит, что, был просчет на стадии проектирования? Вениамин Кондратьев дал понять, разбираться в ситуации не перестанут, даже когда все высохнет. Кто отвечал за проектирование инфраструктуры и рассчитывал инженерные сети? У причин неэффективной работы должны быть конкретные фамилии. Глава региона поручил во всем разобраться прокуратуре. Стихия обрушилась не только на Сочи. Сильно пострадала южно-предгорная зона края, Мостовской, Лобинский и Отраднинский районы. Там шел не только ливень. С неба сыпался град до 5 сантиметров в диаметре. По официальной информации, жертв от стихии нет. Во всех подтопленных районах работали спасатели. При необходимости людей эвакуировали и размещали в гостиницах. Самое главное, что привлекает внимание тех, кто снимает видео, неподтопляемость отечественного автопрома. Пока позади заглох премиальный внедорожник. А спереди немецкий кроссовер. Российская «семерка» плывет по собственному фарватеру. И никого сильно не удивляет, что под воду ушел новый микрорайон в столице Краснодарского края. Просто такая ситуация в районе улицы Московской практически каждый раз после сильного дождя. Интернет уже затопило роликами про Краснодарское море. «Подтоплены Адлерская, Шаляпина, Хаджинова, Прокофьева. Какие-то музыкальные у вас улицы, коллеги. Я думаю, знаете, пора уже назвать улицами водоплавающих птиц. Они не вот этими великими композиторами. Чтобы люди знали, что они живут на Утино, Гусино или на какой-нибудь, который вечно плавает». Так называемый музыкальный район вместе с прилегающими территориями – один из эпицентров Краснодарского самостроя, при проектировании которого грамотную и учитывающую все нюансы системы ливневок никто не закладывал. Это просто абсурд. Когда на отдельной улице вводят режим локальной чрезвычайной ситуации, обращается Кондратьев к руководству города. Если так и дальше пойдет, кое-кому придется освободить свои кресла. «Краснодар поплыл, он реально поплыл. И мы говорим о каких-то красивых там показателях, какого там гостеприимном городе, удобном для комфортного проживания. Чьего комфортного проживания? Вы видите людей, послушайте, что о чем они говорят. Сколько необходимо вам времени, чтобы вы завершили работу с этим коллектором? «Два месяца». «Мы берем отчет от сегодняшнего дня два месяца. Если вы не завершите работу с этим коллектором, то завершит работу все ваше руководство ЖКХ города». Пока краснодарские чиновники дают обещание, в МЧС предупреждают. Ждать резкого улучшения погоды в регионе не приходится. В сложившейся ситуации никакого информационного вакуума требует Вениамин Кондратьев. Каждый человек в пострадавших районах и тех, где есть угроза чрезвычайных ситуаций, должен быть в курсе ситуации, которая может меняться каждый час. Коллеги, тотальное оповещение людей в ситуации, просто тотальное, подворное, какое угодно, просто оповещение людей. Люди должны знать реально, что происходит. Каждого человека обойтите, каждого. Владимир Павлович, я просто прошу вас взять под личный контроль действия каждого главы муниципального образования в этой ситуации и руководителя федеральных органов в крае, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию данной ситуации. Нам важно понимать оценку действий каждого, от муниципала до федерала. Все запланированные ранее мероприятия Вениамин Кондратьев отменил. Вместе с членами оперативного штаба он будет лично контролировать устранение последствий удара стихии.